Сегодня дегустируем настойку на боярышнике. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогон Саныч. Итак, настойка на боярышнике, которую я недавно сделал, как это было, ссылочка появится сейчас на экране, у нас уже готова. После того, как я ее настоял, профильтровал через марлю, и она у меня стоялась в угребе, то есть в прохладном темном месте. Вот результат. Видите, цвет, я бы сказал, коньячный. Итак, напомню, что об этой настойке нужно знать следующее, что это как раз называет, как я называю такие настойки, это пограничная настойка. То есть она стоит на границе настойок застольных, которые прекрасно выбивать за столом, и на границе настойок лекарственных или лечебных. Ибо боярышник, он достаточно сильно влияет на давление. Другими словами, так сказать, сесть с другом и пол-литра, или по пол-литра на человека уговорить эту настойку, это и есть плохая идея. Ибо снижение давления до нуля не в ваших интересах. Значит, поэтому мне очень нравится комментарий капитана Флинта, зрителя нашего канала, который он оставил, он написал так, что у него, как правило, всегда припасено две бутылочки. Одна с колганом, другая с боярышником. И в зависимости от своего давления, он может по пол-люмашечке или по рюмочке пропустить той или иной настойки. Давление нужно снижать, используется боярышник. Давление нужно повысить, используется настойка на колгане. Ну ладно, хватит болтать, все я вам рассказал об этом. Давайте теперь посмотрим, какой вкус получился у данной настойки. Так, ну, запах практически отсутствует, запаха нет. За ваше здоровье отведаем. Вы знаете, очень приятный вкус, очень приятный вкус. Естественно, тут ни о каком, как я обычно говорю, о таком букетном вкусе быть не, ну, букетного вкуса здесь нет. У нас здесь на самом деле только самогон, боярышник и сахар. Все. Настойка сладковатая, но сладковатая в миру. Пьется она очень приятно, крепость чувствуется на выдохе. Значит, ну, вкус, естественно, вкус боярышника, что тут говорить. По-моему, это было понятно и без моих, так сказать, объяснений. Но еще раз скажу, вот, внимательно отнеситесь к этой настойке, потому что, когда вы начинаете пить, это действительно очень приятный напиток. И его можно вот как бы вот сесть и, так сказать, действительно выпить немало. Но это, наверное, будет не очень хорошо для вашего здоровья, ибо настойка, как я сказал, в общем-то пограничная. В общем, я могу сказать так, уважаемые зрители, я очень советую вам приготовить эту настойку. Она действительно вкусна, она, как вы видите, красива, но злоупотреблять ей не надо. Ну, в общем-то, как и вообще самогон. Ну, к этой просто относитесь более осторожно. Так, теперь я вот что еще хочу сказать. Вы видите здесь еще вот такую бутылку. Это самогон. Но, видите, у нее цвет немножко измененный. Эта бутылочка самогона сделана следующим образом. Вот у меня банка с боярышником, когда она стоялась, и я настойку слил, профильтровал, я поставил эту банку, взял обычную бутылку своего 40-градусного самогона, залил сюда, закрыл крышкой, проболтал все секунд 30, и оставил буквально на час. Через час я слил с этой банки через уже ватный фильтр, и получил вот такую бутылку. Видите, это у нас уже улучшенный самогон, и вот это как раз является конкретно застольным напитком. И вот эту бутылочку вы можете уже, так сказать, не глядя, со своим товарищем или группой товарищей, поставить на стол и оприходовать. В ней уже нету такой насыщенности, это вы видите по цвету. В ней, конечно, уже нет столько микроэлементов, которые дал боярышник своей настойке. Здесь остатки цвета, остатки вкуса и остатки этих веществ, которые дает боярышник. И вполне получается неплохой улучшенный самогон. Это я просто к тому, как можно улучшить самогон, вот эти ягоды все равно боярышники надо выкидывать. Ну, я вот последний из них отобрал в эту бутылку. Вот и все, уважаемые зрители, на сегодня. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. С вами был Самогон Саныч. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые, здоровья и веселые застолья.